Светлана Белоусова Глава 1. Вся эта срань, творившаяся в Нью-Йорке, не выходила из моей головы. Не считая, конечно, чудесной ночи с принцессой, об этом я вспоминал с удовольствием, все, что случилось после, вызывало огромное количество вопросов. Какие-то совершенно мутные типы, дважды покушавшиеся на мою жизнь, а то, что целью был я, однозначно. Эту мысль подтверждала фраза, брошенная тем верзилой, которого обездвижила Алиса. Он сказал, им нужен парень. Из нас двоих принцесса никак не похожа на обладателя яиц. Значит, приходил этот долбанный терминатор за мной. А вот тут возникали вопросы. То, как Алиса дралась, до сих пор стояла перед глазами. Поначалу меня накрыло бешенство, задолбало. Откуда эта дурацкая привычка закрывать меня собой? Что тогда в бойцовском клубе? Что теперь? Я, в конце концов, мужик, сам должен разобраться с гостем. Это же стрёмно и унизительно прятаться за девчонку. Неужели она не понимает? Но не признать факт, что их драка выглядела, как усиленный спецэффектами кадр из боевика, невозможно. Думаю, меня этот тип размотал бы по номеру кровавым месивом. А девчонке хоть бы что. Она с такой скоростью отбивала его удары, словно является официальным членом команды Мстителей. Откуда, интересно, милая моя девочка, у тебя такие абсолютно неподходящие красивой хрупкой принцессе способности? Семья, говоришь? Уже не смешно. Мне все эти странности надоели до чёртиков. Сдохну, но разберусь. — Джонни, наконец-то! В комнату залетела счастливая Оливия и принялась кружиться вокруг меня с идиотской улыбкой на лице. — Князь здесь! Я его чувствую! Скоро мы отправимся домой! — Потрясающе! Только мне, видишь ли, несколько безразлично. Знаешь, почему? — Потому что он может идти нахрен. Ясно? Не собираюсь менять свою жизнь из-за типа, которого знать не знаю. Тем более теперь. Подруга села передо мной на пол, хотя я всячески демонстриживал игнор, не отрываясь от компа, в котором пытался нарыть любую информацию о семействе Эдельман. — Ничего. Ни страниц в соцсетях, ни упоминаний подобной фамилии. Будь-то не существует этих людей вовсе. Так не бывает. Не в наш век господство интернета. Тем более ее семья богата. Ну, хоть какой-нибудь малюсенький факт, хоть какая-нибудь крохотная зацепка. — Джонни, послушай. Твоя память еще не включилась, но я-то очень хорошо знаю на данный момент некоторые вещи. — Если владыка решит, что ты не хочешь уходить из этого мира из-за Алисы, она погибнет. Несчастный случай, внезапная смерть — вариантов куча. В итоге ты все равно отправишься с ним, но она умрет. Понимаешь? — Оливия смотрела на меня очень серьезно. А это явление крайне редкое. Значит, опасность принцессе на самом деле угрожает нешуточная. Меня снова начало подтряхивать от злости. Я, конечно, всегда был парнем несколько раздражительным, но сейчас крыла постоянно, как девчонку во время ПМС, ей-богу. Оливия вдруг застонала, обхватив голову руками и упала на бок, согнувшись в позе эмбриона. — Олли, ты чего? — бросился в ванную, намочил первое попавшееся полотенце и положил подруге на лоб. По-моему, так делала мама, когда ее мучили головные боли. — Блин, придурок, убери эту тряпку! Меня плющит из-за тебя! Успокойся, и все пройдет! — простонала рыжая сквозь сцепленные зубы. — Твоя злость разрывает мой мозг! — легко сказать. Я уселся на пол рядом с ней, подогнув под себя ноги, и постарался максимально сосредоточиться на чем-то хорошем. Память услужливо нарисовала образ обнаженной принцессы, скрикивающей в такт моим движением и выгибающейся навстречу моим губам. — Блин, ты издеваешься, что ли? Теперь трахаться охота до жути! — Хватит представлять свою Эдельман! — Ты определись, милая, страдать от боли или немного отведать моего счастья! — Иди в жопу! — высказалась подруга, с трудом вставая на ноги и слегка покачиваясь при этом от перенесенной боли. — Оргазмировать от твоих воспоминаний мне как-то тоже не хочется! — Никакого уважения к будущему князю! Я троллил подругу в глубине души, радуясь, что ее отпустила. — Почему ты стала реагировать на меня? — Раньше такого не было. — Потому что твоя сила, спрятанная при рождении, очень глубоко пробуждается, а мы тем более связаны с детства. — И что? Так будет со всеми? — Не знаю. — пожала плечами Олли, рухнув на мою кровать в позе морской звезды. — Скоро узнаем. — Ты же понимаешь, что с князем встретиться придется в любом случае. В этот момент мой телефон завибрировал. Я открыл сообщение. — Жду тебя в ресторане Мон Шадо. К восьми часам вечера будь на месте. — Что там? — поинтересовалась Олли после того, как я запустил мобильник в дальний угол комнаты. Судя по незнакомому номеру и приказному тону, так подозреваю папаша. Тот, который кровный. — Назначил встречу. — Джонни, прошу тебя, не выкаблучивайся. Твое упрямство нам выйдет боком. Встреться, поговори с ним. Может, и не так все плохо, как тебе сейчас кажется. Насколько я знаю, переход из одного мира в другой контролирует тот самый дом черной розы, который то ли пытался сменить власть, то ли просто захотел побузить, пока тебя не накроет безумие, а это, поверь мне, очень долго в измерении здешних лет, попытаешься периодически встречаться с Алисой. По крайней мере, нужно будет договориться о такой услуге с бунтующей оппозицией. — То есть там мы будем, можно сказать, вечно молодыми. Правильно я понимаю? — Не совсем вечно, но где-то около того. — Класс. Вот являюсь я к принцессе из года в год, не меняя внешности. Как ты это себе представляешь? Однажды она примет меня за вампира и вонзит осиновый кол в мою накачанную грудь. — Почему за вампира? — рассмеялась Олли, видимо, очень живо представив себе картину, как постаревшая Эдельман тычет в меня деревяшкой. Потому что кто еще в понятии простого человека способен оставаться в одной поре десятилетиями? Рыжая еще долго похохатывала над моими словами, пока я искал брошенный телефон, чтобы набрать Алису. Прошел уже почти весь день, а от девчонки ни слуха, ни духа. Даже обидно как-то. Неужели совсем не скучает? У меня вот, например, крышу рвет от желания броситься к ней. — Привет! Голос принцессы звучал глухо и как-то устало. — Привет, душа моя. Ты не звонишь, я волнуюсь. — Все хорошо. Вы поговорили с Анной? Она злится на нас? — Нормально, не переживай. Прости, не могу сейчас говорить. Наберу позже. Звонок оборвался и уставился на мобильник, будто это он виноват в таком странном разговоре. — Что за херня-то опять? — Нет, — бы сказала Джонни, умираю по тебе. Или на худой случай. — Джонни, приезжай, займемся безумным сексом, от которого потом дрожат ноги, а сердце бьется, как сумасшедшее. — Что ей снова не так? Сука, с этой девчонкой никаких нервов не напасешься. Телефон снова улетел в угол комнаты. — Ясно. Оля похлопала меня по плечу, явно выражая сочувствие. Знаменитый бабник и козел Джонатан Уилсон нашел себе достойную телочку. Зато скучать тебе точно не придется. — Рыже, иди нахер со своими подколами. Подруга ответила мне ощутимый подзатыльник со словами «Когда еще получится по княжеской головушке навалять?» и, строго-настрого приказав не маяться дурью, покинула комнату, чтобы я мог собраться на встречу с чуваком, считающим, что спустя 23 года он может явиться и перевернуть мою жизнь с ног на голову. Честно говоря, послать его куда подальше. Но от моего поведения зависла Оливия, Майк, а главное принцесса. Каким бы мудаком ни был Джонатан Уилсон, но подставить близких людей... Нет уж, увольте. К назначенному времени я стоял перед входом в ресторан. Глупость, но легкое волнение все равно холодило нутро. К тому же мысли об Алисе не давали покоя. Нужно побыстрее раскидаться с папашей и встретиться с принцессой. Не понравился мне ее тон. Ох, как не понравился. Как бы убогий братец не отирался где-то рядом с моей девочкой. Субтитры создавал DimaTorzok